Доброго всем времени суток, с вами Тексер. Колони Шип. Тек. То турели, то грабанули. Чего у меня, собственно, по заданиям? Ионы в земле обетованы. Могли освободить Диакона. Убежище. Давайте, пожалуй, Диакона освободим. Кэмптаун, склад А3. Я где-то видел надпись А3. Давайте сюда пока. А, вот где-то тут. Во, во. Давай сюда. Да, тут открыть. Пошли. Уж делали возможность Тепс как-то. Кстати, отсюда контрабандисты пропали. А жаль. Я бы их пошрудил. Окраина добавлена. Долбанное убежище. Долбанная земля. Ну, пошли. Потрепала тебя жизнь, а весь солом. Спрашивает Макнил. Улыбайся от Тауха. Слушаю, что мы нашли две недели назад. Офицеров в подавлении беспорядка. Поддающегося собственной блеватой. На смесу собственной шутки. Все снаряжение, отличное состояние, будто вы выпустили вчера. Повезло вам. Удачи здесь ни при чем. Обижен, говорит Макнил. Мы пробовали там почти две недели по колено в высохших трупах. Долго бы там была настоящая драка. Броня прогорела. Импланты срослись костями. Шлем на обе дологи приплавился к голове. Аскомист, по-моему. Эта броня все еще у вас? Коротейший снаряк. Мы прозривали еще до того, как Сара закончила вырезать импланты. Барахло высшего сорта. Ладно, к делу. У меня прислал брат Соломон. Хочется твоего дьякона. Ты издеваешься? Эту блюду должен быть прознал, что у нас полно кредитов. И имел наглость просить свою долю. Ты можешь проверить такое дерьмо? Если хочешь свою долю, пусть заработают ее на следующей ходке. Ему не нужна доля. Она нужна церкви. Ты уверен, что хочешь стать ее врагом? Я? Не я начал это дерьмо. Это все чертов харюк. Он пытался меня кинуть. Так. Убеждение или хитрость? Почему одно зеленое, а другое желтое? Я вот не пойму. Давай в убеждение. Не важно, кто начал. Ты и сможешь появить церковь, сам знаешь. Я не могу воевать с ними, но не могу позволить им кидать. Меня резюмирует Макнил. Его улыбка давно сошла. Похоже, у меня немного вариантов. Не так ли? Им нужно лишь предлог, чтобы вмешаться. Дьякон изображает в себя жертву. Его друзья, которые ищут на взводе. Приходят его на помощь. Походи перехватывают все твои операции. Отпустишь Дьякона и у них нет другого выбора, кроме как сменить его спасение. Провал, блин. Я рискну. Макнил поджимает плечами. Почему я не прокинул, а? Лишнее слово, что к чему? Настрой медленно говорит Макнил. Ты действительно думаешь, что так хорош? Блин. Атаковать. Так, я не очень хочу в ближний бой. Как-то вот так. Погнали, Филе. Я не помню, как второе оружие. Не важно. Ага, стрелять будет. Ладно. Э, плохо, что не я хожу. Скажающее поле. Эх. Проскочил. Не проскочил. Или это его ход? Это его ход. Чувак, ты какой-то хлипкий у меня. Чувак. Что? Реген Не помогает Сажающий пуль, да? Я останусь Дымовуха, еще стазис Блин, мне сейчас парни снесут Я махнил, причем он сейчас даже не бил Уклоняйся, молодец Чувак, ты молодец А, ты по всем сразу стреляешь, что ли? На тебе Почему на три только? Он настолько бронирован, что ли? А, перезаряд Ну нормально Ну промах зря На тебе Ого, он крепкий Так, норелечка я сейчас ушатаю Опа, спрятался Надеюсь Не видно Не видно Патронов нет Два дровика О, у тебя еще один реген был А, он у тебя и был Так Не видно, блин Что значит не видно? К ней нет боеприпасов Вообще Дальше Дальше их чтут срвать Вот так Понял Понял Учку есть недостаточно Ну ладно Ох ты ж Так Так А что делать? Вот так оно и работает Патронов нет На, фигня Уронили Фигня Поднимем Пять ходов Поднимем Как нифиг делать А может и нет У меня снова выходов Не могу Хренаси ты бегаешь Да-да Тук-тук Регенишься что ли Собака комнатная Что за говно? Давай Ну по два его замучаюсь бить У меня там плюс семь очков Здоровье пошло Нет боеприпасов Задрало Оп Пробьет Нет? Нет На эти шаломления Так там два ходу Чувака осталось Ай блин А перезарядка Чудом вообще Так нельзя Сидит говорит Эванс Он не оставил мне выбора Мне так не кажется Но если бы было сделать Как просили Был бы жив Будет всем уроком Забудь об этом Голит Эванс Затворачиваюсь Ну да Я отморозок И че Тяжелые ботинки Респиратор Тоже неплохо Сама полмечты Знаю Такой Диакон Смотрит Тебя с вызвал Он избит На духу Не сломлен Бросал Он послал Меня за тобой Слава богу Шепчет Диакон Вистясь Так Ничего больше нет Как говорится Ничего личного Нам заплатили Вернуться к Соломону Соломон у нас Хрену знает Соломон Вот это Наверное Радостно Увидите вас В доме Божьем Брат Мне прошу Ведьмак Нелос Что усвоить Вашего Диакона Добре Будет С ним Поко И Спасение Быстр Войни Господь Действует Многих Людей Одни Владеют Его Словом Другие Огненным Мечом Чтобы Держать Дьявола В страхе Будете Либо Его Мечом Брат Думаю С меня Хватит Так Дать Отпор Ионе Пошли Ион Иона У нас Земля Обитованная Калеб Добро пожаловать Зеленая Обитованная Варми Наливает Тебя Флюорцент И напиток Он Приливает Нескапельный Прилавок Они Переливаются На цвету Растворяя краску И прожигая Обитал Первая стопка Бесплотна Давно здесь Слишком Возможно Порогран Свою беруще И какого там По разному Я считаю Что миссия Важнее всего Остального Будешь чувствовать Как дома И у протекторов И их махинации Не повиспокоят Черт Даже можешь Возглавить Этот парад У меня что Тебе дождись Свободы Прилучше всего То лучше Вместо Чем старая Добрая яма Не найти Зачем тебе Возвращаться Слишком много Свободы Баран Глупаво Смехается По правде Говоря Я не возражаю Про фигенской Стабильности Если мне Придется Вступить В клуб Чтобы заплачить А пусть Будет Так Так Не оно А где Его можно найти В земле Обетованной Охраняй Я с охранником Поговорю Я тебя Отознание Ты меня не знаешь Или это какие Трудности С переводом Земля Обетованная Я что Не понимаю Или он Не каждый День Тут Или чего Найти Может Ок Встраку Пошли Гидропонику И ону Поймаем Потом Или не Поймаем Отсек Гидропоника Изначально Предназначался Для адаптации Земных растений К ожидаемой Среди Проксима Центавра Для выработки Устойчивости К чужеродным Грибкам И вредителям Применялось Шаркомасштабное Редактирование Генов А механизм Ускоренной Адаптации Встраивались Генетический Код растений Как и многие Другие важные Система Гидропоника Была заброшена Время Мятежа Тщательно Культивируемые Флорой Фауны Были Предоставлены Сами себя В струбых Условиях Предназначенных Для быстрых И жестких Авульсовных Циклов Извособления Когда люди Вернулись Чтобы Взрадить Гидропонику А и Обнаружили Среду Столь уж Дикую Враждебную Как Земные Джунги Так А знаете В чем Прикол У меня Оружие Не оружие Бельнобойное Я имею в виду А вот У этого Два Друговика Что Тоже Не Очень Хорошо Поезд А урчит Така Хорошо Карлос Кража Не Ну Крась Мы не будем Вниз Мило Начнем С торговца У нас Немного Посетителей Говорит Мужчина С интересом Глядит Заидете Какая Маска Классная Сам Сделал Говорит Торговец Жаль Посмотреть Товары Так Вот эти Штуки Я беру Всегда Вот Та-та Штука Тоже Возьму Реген Он Мне Нужен Сопротивление Токсином 50 А у меня Намордник 120 120 Блин Дорогая Скотина Я возьму Стимулятор Мне не нужен Плащ Сеятеля Забавная Штука Поврежденные Тактические Наручи Поведен Наручи Силовика Ладно Давайте Вот так Торганем Вот это Вот это Продавать За 8 Что Купить За дешевле Я не вижу Смысла Каска Хорошая Каска Так Вот их Две Мне тоже Не надо Много Оружия Таскаю С собой Я знаю Я жадный Ну давайте Так Что денег у меня мало Ну и С мужчину Противогаз Жестно Приглашает Подойти Его кожа На крытых местах Вся дрябла И воспинах От длительного Действия Противогребковых Химикатов Судя по всему Окружающая среда Не подходит И для волос Добро пожаловать В лагерь И договорит Он снимаем Противогаз Соловком Лечении Я Карлос Мэнни Бунт Послал меня За водоросли В наличии Сейчас ничего Нет Биореактор Снова не работает Так что Я ничего Не могу дать Пока мы его Не запустим Конечно Если ты не против Приложить руку Чем я могу помочь Нам нужны запчасти В окрестностях Все выищено Кроме Он оброчит Именно действительно Смотрит на руины Башни Альфа Нечем Миксер не говорить Когда-то гидропонные Башни Выселись От пола До потолка Хотя нижняя часть Башни Альфа была разрушена Во время мятежа Верхняя половина Все еще Упрямо цепляется За потолок Как большой Металлический Сталактит Древний Не заслуживший Особого доверия Переход Снижает руины С соседней башни Я попробую Но не обещаю Ничего Есть работа Нетребующая Наука В карбатике Ну У нас вышел Спорт С парнем По имени Морган Неохота Говорит Карлос Мы наняли его С командой Чтобы защитить Одну из башни От каких-то животных Но теперь Они отказываются Ее покидать Вариант Как я понимаю Всего два Мы его Предпочти Что касается Разрешилось Полюбовно Осторожно Говорит Карлос Но так или иначе Мы должны Вернуть Все башни Я займусь Башня Альфа Теоретически Сюда можно попасть Вниз Кто-то Кража Взять что-нибудь ценное Ты кто? Неизвестно Воспользоваться лифтом Понял Воспользуемся лифтом Первый этаж Я же доеду В башню Альфа Никогда Ещё подобно Говорит Эванс Глядь на зелье Вокруг себя Даже вот Вот здесь На вкус другой Подожди Вот доберёмся До Проксимы Эх Будет День Вздыхает Эванс Я минкал От маркера Задание Ну Серьёзно Мне в какую башню Мне кажется Вот это Или вот Это Ну пошли Ладно С патрушками У меня чё-то Не очень Локация Лагерит Добавлю на карту Частный Собственно Мужчина С проницательным взглядом Кормит Двух лягушек Быков С лождением Бросаем Куски странного На вид мяса Этого малыша Зовут Гудук Говорит Морган Вместо приветствия Бросает Одну из лягушек Чего-нибудь Ксук мяса Язык лягушки Высовывает Славя Лакомство В водке А это Гусак Кивает На другую лягушку Полный Блюдок На винёк Оторвет Тебя руку Если ты Не будешь Осторожен Я не знал Что этих лягушек Можно приручить А ты пытался Пошли с Морган Подняв бровь Карлос Хочешь Чтобы кто ушёл Конечно Хочешь Сменив с Морган Проблема в том Что мы не хотим Уходить Думаю Это называют Непримиримыми Разногласиями Есть ли Способ их Примирить Есть конечно Кивает Морган Мы с Карлосом Станем партнерами 50 на 50 Мы обеспечим Как это называется Оперативную безопасность Карлос Не пойдёт на это Давай дадим ему Время Можно Отмахиваться С твоих опасений Я уверен Что он станет Более разумным После того Как левушки Сидят парочку Батраков Уйти Я не хочу С ним просто Воевать И чего А Ну проникнуть К нему туда В лагерь Ну давай Посмотрим Я бы сохранился На самом деле Погоди 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 Сохраниться Тут же нельзя Посмотреть Куда я влезаю Да Но у меня Сустроимся Это лучше Давай Я не хочу Убивать Вот просто Не хочу И где я А вот Тут пролезь А теперь тут Пролезь А в тот раз Это через двери Листы Ай Все Тут какие-то Странные Листвы Ок Идем К следующей башне Не знаю Как это будет Выглядеть Но я пошел Это будет Выглядеть Так Я как будто Стою Просто Да Хорошо Лагерь Рейда Где бы Не был Тут тоже Листы Пролезть Ну Не цельная Локация Ладно Ты замечаешь Несколько лягушек Впереди Кровь кишки Крадемся осмотреть я покрался а лягухи видите меня оставили в покое прикольно запусти тепличный модуль давай запустим прослушившись с древнего сна поезд готовить теплицу для повторного посева блин как не туда пройти-то куча лягов и трупак я такую кучу не выпилил и чё давайте попробуем пройти а это можно сделать сначала давайте в эту башню тогда она ближе что такое электроника изъять детали читителя воздуха так есть ну что ж я крут осмотреть консоль это следовательный терминал старые поврежденные как все вокруг скорее всего ему конец но никогда не знаешь наперёд ты удаляешь поврежденные части которые больше не отвечают на запросы как хирург на поле боя режущий конечности кишки то что осталось выглядеть не очень еле функционирует но пока будет жить как и ожидалось что древнего есть небольшая проблема с новым и улучшенным железом она застряла на экране загрузки постучай по экрану компьютера 4 похоже он спорчен так же не подлежит восстановление ну что ж блин чуть-чуть компьютер у меня витя в троечку аааа вот оно я юзаю и они качаются все я понял так а у тебя чё у тебя вообще жопа давай трупака посмотрим моторный каран и в хорошее состояние но безопасно залечь его будет непросто извлекай блин не возможно здесь ну и что тут а ничего тут да еще раз смотрю да больше не получаем только первый раз получаем что такое тепличный модуль давайте смотрим причем только один можно смотреть десятки горизонтальных тепличных модулей покрывают стены камеры будто колоссальные соты гидропонное освещение давно вышло из строя оставив все увитать и умирать некоторые экземпляры адаптировались в новой среде возможно некоторые что тревожно даже процветают взглянуть поближе ты собираешься подойти когда замечаешь признаки гнезда глубоко внутри одного тепличного модуля чтобы не было внутри я справлюсь приняв свой мимолетный интерес за полномасштабное вторжение спуганная лягушка выскакивает чтобы защитить свой дом одна лягушка вы серьезно пошла ты смотрим дальше трогаешь стерёшь в пустом гнезде находишь маленькую сумку с боеприпасами покрытую слизью к счастью содержимым почти в отдельном состоянии 16 патроны дороги как прекрасно чё там ползун а за ползуном чё чё-то интересное интересное ну пойдем ты прорубаешь себе путь через листвов пока не добираешься до поляна перед тяжелой дверью разносящая конец зеленой зоны твое прибытие привлекает внимание большой кучи мутирующей плоть в форме звезды еще один подарок от самых ярких но спятивших умов гидропоники благодарным потомкам заедлый хищник и неразборчивый едок морская звезда отличное дополнение к любому тер формирующему арсеналу конечно гораздо легче оценить его рвение пожирать насекомых будучи ученым за толстым стеклом лаборатории чем вредителем поэтому возможности следует бежать пока еще возможность есть просто убить ее все на все без мозга это позвоночная какие могут быть проблемы ползун 40 да я его уложу начать бой эй а почему он первый ходит я понял он ядовитый и притащил в яд ага молодец это же жаба пробах плохо а мне ход дадут а можно почему там пробах сплошной он закрыт каким то искажающим полем или что ну вампир вампир да хватит славаться почему мажет то уклони дымовая так погоди а ты вот если вот так упал 6 ходов а она ползает отлично на 5 дым и он в дыму вот так вот сидит козлятина вообще без шансов загрузить а что там кроме ползуна ну мне кажется что дверь еще может как-то а трупак ну вот это более целевое конечно а у тебя чего а у тебя штуктор более целевое мило понял респиратор кстати что-то хорошее я хотел в качестве респиратора это круче но пойдем еще раз попробуем что сделаешь побежишь ко мне да ну ты не дотянешься дотянется походу дотянется а опять меня схватил тут зараза хватит обниматься и отсюда м блин опять недостаточно лампушку вот так тебе и хоть да иди тут меня а так пиявки никак пошел от тебя подальше вот снял обнимайся да простой выстрел не хватает не хватает отходим ну теперь этого хватать будешь да я понял о дым кончился это интересно блин зараза ты ж скунст а ориген недостаточная школа да попроще фигня да отходим смотри смотри какая зараза смотри какая зараза не слишком злобен ну можно у стайса попробовать не укинуть до автобой начать отравление ну понятно что отравление злобен промоше ну все промо так ты во первых во вторых во вторых во вторых во сиди чего а я не могу в него стрелять не можешь атаковать или подвернуться нападению пустую потратил не фигня не пойду к нему рано еще пойдем дальше пойдем басхолоничная сеть СХКС сфер сфер хозяйства в контролируемой среде каждая сфера спроектирована так чтобы действовать как замкнутый микробиом имитирующий бесчисленные комбинации питательных веществ кислотности или щелочности почвы температуры и грибков для выживания растений необходимо почвенные грибки поэтому разработка их штрафа способом просветать в чужеродных условиях была столь же важна как и выращивание устойчивых растений изучить растения внутри даун умертые на водном из отсеков в основании блок находится неожиданный приз изношенный дробовик измельчителя интересно еще хороший ну так то на 180 тянет ну это тоже мягче ствольный так что так ну чё внутрь ну будет ничего нет пошли вот это разрушенная башня это та самая альфа куда меня послали может послали то послали перечница многоствольный пистолет ну забавно дэм штат лифт посмотреть питания нет как и лифта кто-то пытался оживить его с помощью протективного генератора но явно сдался в батарее генератора еще осталось немного энергии так что плата управления видимо сгорела напрочь предстоит долгий подъем к вершине поэтому стоит для начала проверить панель просто для пущей уверенности давай ну если что вручную залезу на плате управления присутствует куча отсутствует куча модулей безопасности стационный мониторинг ускорение компенсация нагрузки гашение вибраций электромагнитное экранирование в частности модуля EAM защиты уходит по хорошей цене поэтому все ценное здесь выдрано так электроника через несколько минут плата управления перенастроена чтобы войти в все функции безопасности поздравляем это будет быстрый и некомфортный путь к вершине но лучше чем альпинизм доехать освобождение всех страховок лифт взлетает как ракета скрипят за стол дрожавые направляющие где-то с громким шумом рвется металлический трост вместо того чтобы рухнуть вниз лифт едет еще быстрее он собирается врезаться в потолок шахты убив тебя в процессе когда аварийное стадистное поле охватывает лифт останавливая инерцию и рассеивая киетическую энергию должно быть сегодня твой счастливый день трупак трупак лестница ну пойдем еще один бедняга не смог устоять перед запретным плодом постоянно эволюционирующие феромоны не только придают ему божественный запах но и ухудшаются способность жертвы концентрироваться и ясно мыслить растение слепое зато быстрое как нота поэтому достаточно одного прикосновения ну я смотрел тело да давай пройдемся по карману так я кажется знаю что с ним делать то есть товарищ возьми респиратор что хочешь какой-то фигни так давай тупо в тупо не тупо тупо забавно так а что у нас с электроникой а ну тут до хрена короче экран терминал читается как список потери военного времени почти все помещен кровавого красным что за счет отсутствия связи или нерапотоспособность нескольким показателем помещенным сомнительно желтым предстоит долгая дорога зеленого но одна строка привлекает внимание терминал может отправить листикованный блок потому что осталось башни 3 ты можешь с комфортом доехать до местного значения вместо того чтобы рисковать своим здоровьем на ветких дорожках размять волшебные пальцы и поступить к работе сначала терминал суетливо требует подтверждения своего давно умершего брата в башне 3 как только ты обходишь этот протокол терминал информирует о том что пристыкованный блок находится на карантине стандартная обратная связь когда отчет проверки не поддавался 90 дней в данном случае более 100 лет стандартное решение стерилизовать его на программу обслуживания также мертвы как и мечты основателей ты обходишь эту заминку изменив дату старовой метки времени последний испытание чаще самое простое подделка авторизации едва ли занимает дюжу нажать клавишу дело сделано а гиды это что а мелкий ползут фигня лягушка бы кто же фигня а я пардон куда а вот аварийный летец пошли но я вроде не трогают ну я не трогаю ползну лягушка бык машина шахта но у меня вот мне это надо лягуха извини хрен на себе энерго пила но это броня а это ближнего оружия так пойдем машину смотреть а они на первом этаже эти несчастные если не считать грязи и коррозии от биректор в хорошем состоянии странный полупрозрачный червь выползает с одной из пластиковых трубок оставляя собой светящий след и пересматриваешь оценку сторону понижения разобрать ты мало что знаешь о бире реактора зато здорово владеешь молотком отвертки концезионные детали всегда пользуются спросом пойдут аккуратно снимаешь каждую целую шестерню вала или клапан ты сможешь извлечь двигатель дробилки сдохну дала датчик все еще цепляется за жизнь это даже больше чем он был надеется пойдем шахту ну я нормально по тридцаточке страшный спуск здесь веревка не помешала бы поехали а кто я где я зачем я а я все понял ну слушайте я уже тут это получился нет но мне компьютер 4 надо меня не 4 еще далеко сильно далеко выходит ну слушайте а вот только вот уведомление о выселении не закончил на так-то все хорошо блин ментери что там трупа лежит давайте я поздно и попробую скотину эту выпилить не полная безнадёга он своим своей пиявкой способностью регенится просто полностью бессмысленно а к этой штуке нужны энергия чейки еще сразу посмотрел так что валим отсюда так тут тоже где-то куда-то пролезть надо да а через что вы идете ребята а так можно а я не туда пошел не туда кто-то празднует что-то мани людей запускать ферерки просто пипец по-любому поводу я думаю это из той же серии что музыку на максимум машине вырубать открывать силу от еще да я рассмотрим растение мне интересно это присоединитель отдела борьбы с вредителем отлично справляется с ловлей крупных насекомых и быстро высасывает из них богатую минералами жидкость наши будущие сельскохозяйственные угодья будут защищены от максиманских жуков и грызунов от людей лезть рискнуть а дать попробую ничего нет сохранить погнали ты добираешься большого вольера когда-то известно как имитационная среда номер два он чешен жизнью бесцветные слизни нитевидные метузы крошечные мушки парящен по росту и куча лягушек столько лягушек в одном месте до сих пор ведь не доводилось истребеть ну это так попробовать ммм два псайкера у меня истребляющее поле а гребла лягушка псайкера надо валить но их много реально мне кажется надо толпой приходить на тебе задевание не ну меня убьют это так это просто так я попадаю еще а вот сразу ход в ход да 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 это пипец мне ну давай все да давай туда я сашечкову действую и чо ну еще и загрозу сейчас короче ладно печально но я вот то ли лезу в те места где меня не по уровню то ли хрен его знает что я делаю мне постоянно дают люлей у меня отряд должен быть больше я честно говоря не представляю где брать людей так ну пошли общаться а давайте на этаж выше поднимусь второй этаж и мэрием мэрием можно с тобой пообщаться ты кто женщина осматривает пробирку с зелеными утраслями у нее хмурится быстро записываю что он планшет проблемы токсичность находится в пределах но мы на всех случаях следим за ней нельзя быть слишком осторожным со штаммами УА она дарит тебе легкую лыбку будто ты заверяешь все под контролем что за УА штаммы ускоренная адаптация говоря простым языком новые черты развиваются почти мгновенно недели для одноклеточных организмов таких как зеленые водосты годы для более сложных организмов десятилетия человека эволюция на стероидах выбор мутантов без помощи мы не смогли так быстро мутировать радиация была катализатором но не причиной мы играли в бога мы не знаем что ждет в конце нашего пути знаем что проксима в основном засушливая но это мало что говорит некоторые засушливые земли на старой земле пригодны для возделывания другие давно мертвы нам придется вести войну за выживание войну за запас продовольствия нам понадобится воральное оружие чтобы выиграть ее что делать если почва слишком кислая стержание питательных веществ в почве слишком низкое загрязненная вода инвазимные вредители мы не можем тратить драгоценное время пытаясь решить эти проблемы пока наши посевы умирают тем более имея возможность моделировать подобный сценарий во время путешествия а что со всеми лягушками в этом районе лягушки крючевые виды местные женщины и они предуспевают в борьбе с вредителями именно поэтому они были выбраны для программы наравне с другими конечно эволюция не работает по щелочку поэтому многие эксперименты так или иначе провалились на все что нам было нужно это несколько чемпионов чтобы закрепиться в системе проксимов теперь они у нас есть ну я надеюсь столкнулся с лягушкой с психиспособностями я читал давние отчеты кивает женщина они необнадеживающие потом что то изменилось не могли бы вы достать мне образец для тестов мне не нужна живая особь у вас пожалуйста но если снова столкнулся на здоровье а отдать хм ну да у меня же было без оружейки интересное развитие событий я бы сказал довольно недавно позвольте мне взглянуть поближе она родится в своем наборе вылавливаю старый сканер и пару запасных батарей которые все еще держат заряд дождаться результатов вы были правы эта странная маленькая лягушка со словами излучает псионические волны чтобы запугать и сбить с толку врагов это не выходит за рамки прогноза но последствия интересные можете принести мне еще несколько образцов думаю трех должно хватить а че я получу взамен боюсь платить мне нечем отвечает мэрия но я компенсирую ваше время обещаю еще три думаете так просто может это поможет надо идти от дзен стим я постараюсь дзен стим трехода мне по мозгам не могут давать ну круто а жилые наверх спят логеря мэрия то что я не так не я не года спустя мы ни на шаг не продвинулись дальше. А чё сдерживает? Растения были священны для отцов-основателей. Они представляли нашу связь с матерью и землёй, нашу поддержку и наше будущее. Представляю себе ряб, полей, пшеницы, ржи и ячменя до самого горизонта, могучие дубы и кедры детей, которые едят яблоки прямо с дерева. Так виделось предком Проксима, но кто-нибудь не ожидал, сколько саженцев погибло в условиях корабля. Если мы не найдём способа комбинсировать эти потери, то будет катастрофа. Карл сгивает. Инопланетная фауна и бедная почва посещались самой большой угрозой, поэтому учёные срастили наиболее важный вид растений с грибами-симбионами. Последние должны были действовать как убийц-вредители, к сожалению, грибки слишком хорошо справятся со своей задачей, мы теперь вредители. А как насчёт местных растений? Ты видел здесь какие-нибудь? Нет? Я тоже. Может быть у них есть свои яблоки и апельсины, хотя я таких не видел никогда. Но гораздо более вероятно, что они будут содержать органические соединения, которые мы не сможем переварить. А чё с Ридом случилось? Он умер через три дня после того, как попробовал его вещество вместе со второй частью экспедиции. Рид принёс какой-то сложный яд, который должен был мгновенно убить любую грибковую угрозу. И это почти сработало. Я думаю, эту фразу можно использовать как капиталь для Рида. Существо три дня притворялось мёртвым, метафорически залезывая свои раны, буквально заменяя свой грибочный состав. А затем нанесло ответный удар. Как удачи взялся этот супергриб? А ты уже откуда наши предки? Это был один из первых пассажиров. Грибы очень приспособляемы, они обладают всевозможными предполезными и опасными свойствами. План состоял в том, чтобы уничтожить все местные грибки, которые мы найдём на отпорку себе, измените их нашими земными видами, чтобы обеспечить посевы питательными веществами, защитить от болезни, окружающей среды и т.д. Учёные прогнали земные грибковые культуры через сотни циклов мутаций, чтобы убедиться, что они выжжут в чужую почву. Были предприняты некоторые меры предосторожности для полной защиты, требовалась активная работа наших ботаников, а мечеш пустил всё пад от носа. Теперь грибок делает то, для чего был предназначен, убивает любое существо, угрожающее растениям, и разлагает полученную органику на питательные вещества. Итак, что будем делать? Мы не можем пьюить грибок. Он приспосабливается ко всему, чем мы его обрабатываем. Каждый раз, когда он мутирует, чтобы противостоять нашим усилиям, нам приходится менять защитные снижения и протоколы, что требует времени и стоит жизни. Две зоны потеряны, но мы делаем всё возможное, чтобы сохранить эту. Наши новичные химические вещества не атакуют грибок напрямую, но предотвращают его распространение здесь. Останавливать его беспрямую угрозу существованию – это пока наша лучшая стратегия, причём не распространяется в пределах гидропоники. Существуют встроенные средства защиты, разные для каждой зоны. Самая высокая концентрация гриба в красной зоне, там 10 секунд не протянешь. Жёлтая зона немного более гостеприимна, если есть подходящее снаряжение. Зелёная зона считается настолько дружелюбной, сколько возможно. Должен быть способ убить грибок. Есть, кивает Карлс, в красной зоне. Давай к делу. Так, я достал запчасти. Отлично. Мы скоро вернёмся к делу. Вот водоросли за нашу запасу, ещё немного за хорошо выполненную работу. Даёт тебе металлический контейнер с водорослями и противогазом. С чем-нибудь нужна ещё помощь? Не говоря о том, что нам нужно расчистить путь в убежище, ничего такого. Подробнее. Хм. Хм. Гидропоника находится между ямой и убежищем. Поскольку обитаем только первая зона, мы заперты здесь. Но у нас нет другого выбора, кроме как продавать все наши водоросли ями. Они это знают и платят нам третьи цены, которые дадут в убежище. Почему не возить водоросли в убежище? Придоспал… Платить хранителям. А это сведёт прибыль к нулю. Хм. Хранителям. Столько не говоришь, никак я не был в убежище. Карлс, спортсельница говорит на тебя, потом пожинает плечами и продолжает. Они называют себя хранителями брата твоего, сделали все имена в сопровождении, затем открыли магазин на фабрике. Платите мне обязательно, надолго в одиночку там не протянешь. Фабрика хищит налётчиками, они становятся всемирея с каждым днём. Даже хранители еле держат их в узде. Вы можете открыть проход в убежище? Боюсь, это невозможно, говорит Карлс. Нам нужно обеззаразить красную зону, но из подходящего снаряжения мы даже не можем куда войти. Теоретически я могу застрелить, но теоретически. Но я не хочу. Я ещё очень во многое... Так, давай посмотрим что-то в аппарате. Я очень во многое встреваю, которое, ну... Грубо очень решается. Мне не нравится. Согласен. Но у меня нет, короче, нормального импланта, поэтому хрен мне по всему режиму. Ну давай, торгаш, что-нибудь тебе продадим. Итак. Чего мне и не натип. Разлёт нахрен. Девятка. Девятка, да. Революеры вообще введут в срак просто. Точилка, 120. Пихатель. Тоже девятка. Тоже девятка. Нормально девятку вставляем. Броники. Ну я ставлю тяжёлый, не тяжёлый продам. Энергоброня пусть лежит. 60, да? Мать хуже. Кстати, давай продадим. Мне нужна тряпка тоже нафиг. Вот шлём интересный, конечно. Противогаз вообще зашибись. Но вместе с очками, да? Да. Обычный респиратор. Пусть остаётся. Ботинки рабочего, нахрен. Дробаш, но пусть пока будет урон 10-12. Тут лучше. Так. Этот дробаш туда продаём. Две винтовки, они довольно дальнобойные. Могут пригодиться. Мусорчик. Налётчик. Ну вот, продадим нахрен. Ну как-то так. А, у меня уже 80 частей. 117. Ну не очень много денег, но пусть будет. Так, ну что ж. На этом тогда всё. Жмите, пишите. До новых встреч. Редактор субтитров Martinez. www.FigesDing.no